В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта закупили пять видов самых популярных у нижегородцев сыров. Стародубский, Сметанковый, Король Артур, Сернурский, Российский премиум и Починковский. Из всех образцов, взятых на проверку, четыре соответствуют требованиям. Мы провели четыре мониторинговых рейда по качеству продуктов питания в торговых сетях наших магазинов. Сыр фасованный российский, жирностью 50%, Стародубский, Брянская область, заявленный по ГОСТу, требованиям ГОСТа не соответствует. Мы передадим все имеющиеся у нас документы в контрольно-надзорные органы, которые и будут уже выносить решение в соответствии с законом. В ходе исследований выяснили, что образец сыра, не прошедший проверку, был недозрелый. Это нарушение технологии изготовления. Также он не соответствует по жирно-кислотному балансу. То есть вместо жира животного происхождения там обнаружен жир растительного происхождения. Ну, скорее всего, это всем уже небезызвестное пальмовое масло. Информация о недобросовестных производителях раньше сразу доводилась до торговых сетей. Но по результатам мониторинга они недостаточно оперативно реагировали на нее. Было принято решение усилить контроль и доводить информацию до торговых сетей в очном порядке. Качество, понятно, что это злободневная тема. Многие жалуются на то, какие продукты на прилавках, какие продукты поставляются в учебные заведения. На самом деле мероприятие получилось очень эффективным. Торговые сети обязались усилить входной контроль. И при наличии таких производителей, недобросовестных, на полках торговых сетей, максимально в короткие сроки их выводить. Таким образом, то поручение, та задача, которая поставлена Глеб Сергеевичем Никитиным, убрать контрафактную продукцию или некачественных производителей с торговых сетей, она достаточно активно выполняется. Как показали результаты, очное общение с представителями торговых сетей оказалось весьма эффективным. В частности, продукция Сокольского молокозавода после этого была снята с продажи. Планируется, что теперь такая практика будет применяться постоянно.